Всем привет! Начинаю новый влог. Моё утро начинается с невероятно крутых десертиков от Санкт-Артина. Буду снимать для вас мукбанг. Гляньте просто какая красота! Каждый десерт отдельно в ацетатной плёнке. Это помогает им не развалиться при транспортировке. Это, я понимаю, так, тарталетка с клубникой. Это тот самый десерт с фисташкой. Пока я тут снимаю, Твиксик ест мою обувь. Действительно, вот эту вот часть сгрыз вот этой цепочки. Представляете? Моя любимая часть. Unpacking. Это вот такой пирог. Побежала я делать макияж и снимать мукбанг. Я сделала мейк. Не знаю, насколько удачно. Слишком ярко, конечно, получилось. Но на мукбангах так и надо, потому что камера всё-таки съедает цвета. И цвета кажутся в кадре намного светлее, чем они есть в жизни. Поэтому я стараюсь всегда на мукбанге краситься намного ярче, чем я это делаю в обычной жизни. Но дело в том, что сегодня мы видимся с Самирой. Я даже немножко, кстати, волнуюсь. Я вот думаю, стоит ли это всё переделывать. То есть надо будет искупаться заново, заново наносить макияж. Потому что с таким макияжем, честно, мне будет некомфортно ходить по городу с такими фиолетовыми тенями. Ну а так ничего. А вообще процесс макияжа это просто мой самый любимый процесс. Я включаю Дом-2, медитирую и начинаю медленно-медленно наносить макияж. Так что мне просто в удовольствие. Вот если бы я умела классно наносить макияж, я бы с удовольствием просто работала визажистом. Мне кажется, ни дня бы в своей жизни я бы не работала, потому что я бы чисто занималась любимым делом. Но, к сожалению, у меня это не получается. Я даже себе нормально не могу мейк сделать, что уж говорить о других. Макияж глаз, кстати, я делала вот этой палеткой. Мне она очень нравится. Она супер пигментированная. И вот этот фиолетовый оттенок, он просто термоядерный. Капельку хватает, чтобы сделать классный макияж. Эта палетка от Makeup Revolution называется Dragon's Heart. Может, кому-то интересно, давайте сделаю сводчи. Просто настолько круто пигментирована эта палетка. Покупала я ее, кстати, на Revolution Beauty. Так получается намного дешевле. И плюс огромный ассортимент. И 100% заказывайте себе оригинал. Посмотрите на эту пигментацию. Как растушевывается. Это просто нечто. Посоветовавшись с мамой, я пришла к выводу, что этот яркий макияж надо смыть. Я искупалась. И сейчас будем делать вот эту масочку для увлажнения. Я на свидание так не собираюсь. Я уже даже успела сделать макияж. Теперь осталось выбрать аутфит, в чем я пойду. Я сомневаюсь между вот этим платьем. Оно невероятно удобное. Можно носить без бюстгальтера. Все смотрится очень красиво, нежненько. Я его покупала в прошлом году. Кто постоянно смотрит мои видео, тот в курсе. Я купила два одинаковых платья в одном и том же размере. Вот это платье, несмотря на свою простоту, невероятно элегантное и женственное. И самая главная причина, почему я его хочу сегодня надеть, это то, что оно заказано в начале лета и до сих пор я ни разу никуда его не надевала. Обычно, когда такое происходит, подобные вещи у меня в шкафу потом годами просто лежат. Если я сразу вещь не надела, скорее всего носить я ее особо не буду. Но платье очень красивое. Вот в этом просто типичное. Я перемерила пол гардероба, разные платьишка и в конце остановилась на том, в чем хожу постоянно. Обожаю эти шорты. И надену, пожалуй, их. И вот эту вот маечку, или как правильно она называется. Мне она очень нравится. Из моего предыдущего заказа. Классно сидит. Очень классно подчеркивает фигуру. Поэтому я, пожалуй, пойду в этом. К сожалению, оказывается, на моей маечке было пятно. Поэтому я ее заменила на эту блузку. Тоже ее ни разу не носила. И мне кажется, ее как-то надо заправить в шорты. Как вам? Просто я когда заправляю, у меня такое ощущение, что я как будто очень толстая кажусь. Не знаю, как это. Если оставить вот так, как-то странно смотрится. Ой, девочки, я уже опаздываю. Я прям так парюсь, Самира, если ты смотришь этот влог. Посмотри, как я стараюсь ради тебя. Блин. Опять как дура. И уже опаздываю. Вот честно, ненавижу таскать с собой два телефона. Это безумно неудобно. Особенно если у тебя малюсенькая сумочка. Но приходится, потому что, когда я включаю музыку на одном телефоне, я не могу включить навигатор. А без навигатора я до сих пор не знаю дорогу, как поехать в центр. Поэтому приходится. Ничего так. Ветер постарался. Ой, ветер. Причем здесь ветер? Дождик постарался. Вот закон подлости. Для мукбанка я делаю такие хвостики. У меня получается они идеальны. Выхожу из дома тысячи петухов просто. Бабка старая. Что ты будешь делать? Жалко, здесь нигде нету ровной поверхности, куда бы я могла бы поставить камеру и по дороге с вами болтать или хотя бы немножко заснять дорогу. Все поверхности, они вот такие вот волнистые. Когда я покупала машину, я не учла этот момент. Ну можно эту штучку повесить, но тогда придется повесить телефон. И как назло, пробка. Стоим. Еще плюс у меня на телефоне навигатор. Если сейчас Самира будет звонить, я не знаю, как брать. Потому что я так наизусть не помню дорогу в этот мол. Вроде так, знаете, я знаю плюс-минус. Слава богу, с горем пополам. Вся мира мне помогает. Я твое лицо не снимаю. Она мне помогла припарковаться. Ой, старушка. Мы уже на месте. Смотрите, какое классное место. Есть город как будто под ногами. Рабочие моменты. Мы нашли другое местечко. Даже еще лучше, потому что мы не голодные. Я сегодня мукпанк снимала. Поэтому мы спустились на пару этажей вниз. И решили посидеть здесь. Здесь более такая, знаете, домашняя какая-то атмосфера. Очень приятненько. Как всегда, Цезарь, я тут самимире рассказываю всю свою личную жизнь подноготную. Здешние отношения, прошлые, все вопросы касательно дружбы и всего остального. Так, приятного аппетита. Нам и еле уместили это все на этом маленьком столике. Просто здесь обычно еду не дают. А обычно здесь просто напитки. Но вот мы вдруг резко решили проголодаться. Два любителя пожрать. Объединились вот так. Все-таки как хорошо, что мы выбрали именно это место. Здесь очень спокойно, мало людей, приятная атмосфера, очень удобные диванчики. Последний раз я здесь была еще когда училась в универе. Наверное, на курсе где-то третье. Кому интересно, это Sky Bar. И обычно сюда не приходят покушать, а приходят просто попить чашечку кофе или какой-то напиток. И как раз-таки столы здесь тоже очень маленькие. Рассчитаны просто на пару напитков. И наши две огромные тарелки мы еле уместили. Такое ощущение, что ты сидишь дома и плюс обслуживание есть. Есть официант, который принесет, унесет, уберет. Живая музыка. В общем, атмосфера просто топ. Я вообще по натуре такой человек. Не люблю шумные заведения, концерты. Много людей, где давка и все такое. В общем, я люблю спокойную атмосферу. И здесь вот это как раз-таки есть. Не видно ничего. Хотя город у нас очень красивый. И здесь вид открывается обалденный. Кто вид на меня? И мой лук, который в спешке был собран. Наконец-то паркинг полупустой. Самира остановила машину на этаж выше. Там места не было, поэтому я остановила здесь. Встреча прошла невероятно круто. Она настолько душевный, классный человек. Я прям вот встретила своего человека, вот честно. Мы с ней болтали. И время настолько быстро прошло. Я ей рассказала абсолютно все касательно себя. Она мне рассказала. Я нашла своего двойника, вот реально. Я, кстати, подумала об этом. Но потом совсем забыла в конце. Точнее, даже не успела. А Самерочка подготовила для меня небольшой подарочек, который лежит вот там, вот сзади. Я доеду и обязательно вам покажу. Мне самой тоже любопытно посмотреть. Вот прям как почувствовала. Я тоже хотела что-то купить. Вот думала, блин, что же мне купить? Но еще не вечером мы обязательно встретимся в следующий раз. Просто мы очень далеко друг от друга живем. Но мы можем приезжать в город и видеться здесь, например. Вот еще одно доказательство того, что визуализация действительно, она работает. Я действительно хотела в свою жизнь нового человека, подружку, которой мне так не хватает. И мне кажется, я нашла того самого человека. Прям вот я просто, знаете, в эйфории. Как будто я побывала у психолога, честно. Вам тоже я желаю, чтобы вас окружали прекрасные люди. Чтобы вам было с кем общаться. Мне этого конкретно не хватало, потому что у меня нет отношений. Друзей тоже особо нет. Я, к сожалению, не нахожусь в социуме. Поэтому этого мне безумно не хватает. Кстати, с собой взяла, но совсем забыла повесить. Мне моя тетя подарила вот такую пахучку в машину. Надо, кстати, ее обязательно сейчас повесить. Так, я уже дома. Доехала. Вроде отлично. Все замечательно. В конце во дворе я решила дать парковщику. Думала, что он лучше меня припаркуется. И он слегка ударил мою машину. Но да ладно, всякое бывает. Лучше самой допускать ошибки, чем эти ошибки будут допускать кто-то. В общем, Самирочка мне сделала вот такой вот подарочек. Мне очень интересно посмотреть, что же здесь внутри. Огромное ей спасибо за такое внимание. Надо было мне тоже что-то купить. Открываем. Я просто одной рукой, и мне не очень удобно. Та-да-да-дам. Ой, как мило. Какие приятности. Огромное спасибо, честно. Очень-очень приятно, как она заморочилась с этим совсем. Все, в следующем. Это, кстати, ее любимая шоколадка. Ссылочку, кстати, на нее я вам обязательно оставлю. Заходите в инфобокс и смотрите на ее страницу. Правда, она там свое лицо не показывает. Но у нее очень интересный контент, особенно для людей, которые любят пожрать. Смотрите, он сразу хочет... Ты сюда не поместишься, Твиксик, ты уже вырос. В общем, такие вот прелести буду использовать. И здесь еще что-то. Я думаю, что-то здесь вкусненькое. Так, открываем. Или мыло. А, я думаю, что это... Это 100%. А, я знаю, что этот я видела у нее в истории. Как же красиво. Спасибо огромное. Это такая свечка. На мукбанках будем ставить и создавать романтическую атмосферу. Вот эти, кстати, сладости Самира публиковала у себя на странице. Потом столько подписчиков ей писала, что они тоже купили и отправляли ей фотографии. Попробую. Мне тоже интересно попробовать именно вот эту вот конфетку от Рошен. А здесь у нас гель для душа. Я уже посмотрела. И молочко. Твиксик, не орать! Он хочет в подъезд. Я не понимаю, что он там потерял. Открываешь дверь от лифта, он просто шугается. Вот зачем он у тебя надо? А у нас тут на кухне вовсю идет подготовка к зиме. Вот лето пролетело очень незаметно, поэтому уже пора готовить заготовки. Будем консервировать огурчики. Мне домашние нравятся гораздо больше, чем эти покупные с огромным количеством уксуса. А здесь у нас будет салат по-грузински. Давненько мы его готовили, где-то 3 года назад. Я даже мукбанк снимала. Очень вкусно получается. Вот здесь у нас перчики. Этот острый, кстати, так много добавлять не надо, мам. Он очень-очень острый. И мой любимый чеснок. Этой зимой у нас абсолютно не было никаких заготовок. Это все связано с тем, что в период этих заготовок в августе прошлого года произошло несчастье. Скончалась наша бабушка. Поэтому не было ни физических сил, ни морального настроя делать заготовки на зиму. Всю зиму мы покупали, но, например, помидоры консервированные, покупные с этим огромным количеством уксуса мне совершенно не нравятся. И мы, кстати, нашли женщину, которая продает домашние. Она скупает у людей, которые живут в деревнях по оптовым ценам и продает здесь в розницу. Но все-таки мы решили сами тоже запастись. Тем более, когда мы ехали из деревни, мы ехали прямо через базар. По дороге из хачмаза в Баку мы проезжаем около нескольких рынков. И около одного я решила остановиться. И как раз и тетя купила себе помидоры. Кстати, в этом плане моя тетя огромная молодец. Даже томатную пасту она не использует покупную, а делает ее самостоятельно. Еще когда мы были в деревне, делали шашлык, она привезла с собой соус, сделанный самостоятельно. И он был настолько вкусный. В общем, когда мы только приехали из деревни, тетя сделала из всего, что она купила, томатную пасту. А мы из того, что мы купили, законсервировали помидоры. И в тот раз, кстати, я вам ничего не снимала. А в этот раз мама говорит, что люди видят со стороны, когда ты все это кушаешь. А когда ты это все делаешь, люди не видят. И поэтому делают вывод, что ты только умеешь кушать. Поэтому я вам показываю, как мы это все дело делаем. Это уже второй раз мы делаем заготовки на зиму. И еще обязательно планируем делать еще. Потому что зимой это все уходит. Точнее, просто улетает вмиг. На этом я уже буду закругляться. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться, писать интересные комментарии. Я буду по возможности стараться отвечать на них. Всем пока!